В школе номер 15 полным ходом идет капитальный ремонт. Это первое общеобразовательное учреждение в городе, вошедшее в госпрограмму развития образования, что позволило начать там масштабную модернизацию. В рамках инспекционной поездки ход работ проверил глава Твери Алексей Огоньков. Тверскую школу номер 15 построили 42 года назад по уникальному проекту. Таких в Советском Союзе было всего две, в Твери и Алмате. Школа устойчивая, стоит не на фундаменте, а на сваях. Просторные холлы и кабинеты. На потолке, как сейчас говорят, второй свет. По проекту это зенитные фонари на крыше, где сейчас завершаются работы по капитальному ремонту. Комплексно мы поменяли все светорационные фонари. Ведутся работы сразу параллельно. 113 штук. Сразу комплексно ведутся работы по модернизации системы вентиляции. Там наращиваются, вентиляционные шахты обшиваются. И проводятся работы по капитальному ремонту фасада. Модернизация предусматривает не только ремонт, но и переобучение всей управленческой и педагогической команды школы. Уникальный проект, по которому построено здание, позволяет разделить учебное пространство на рекреации по различным направлениям. Это здорово, потому что можно в одной рекреации таким образом расположить кабинеты, например, одного цикла. Естественно, научного цикла кабинеты, кабинеты гуманитарного цикла, кабинеты математической направленности. Ну и это замечательно, потому что можно грамотно продумать проекты и расположить лабораторию, учебный кабинет, кабинет для индивидуальной работы. И все это будет в одной рекреации. Также в рамках инспекционного выезда глава Твери Алексей Огоньков посетил еще один соцобъект. Детский сад, который заканчивают строить на улице Левитана. Внешние работы, устройства вентилируемого фасада, кровли, входных групп уже выполнены на 95%. Ведется благоустройство и монтаж наружного освещения. Высокая степень готовности внутренней инженерной системы. Есть вопрос по организации отопления в детском саду. Но строится, возводится специально для его отопления, для школы и для детского сада локальная котельная. Надеемся, она будет введена в срок и мы уже в ближайшее время сможем отопливать помещение и заниматься внутренней отделкой. В одном квартале с новым детским садом в микрорайоне Южный заканчивается реализация еще одного значимого для города проекта. Строительство новой автодороги на улице Левитана. 4 октября здесь, на построенном новом участке, открылось движение автомобилей. Помимо устройства проезжей части, здесь проводится целый комплекс работ по строительству объектов дорожной инфраструктуры. Их основной объем уже завершен. В ближайшее время планируется доделать дождевую канализацию, выполнить работы по благоустройству и озеленению.